Наши товары на китайском рынке. Вопросы сотрудничества североказахстанцы обсудили с партнерами из Поднебесной. У костра в палатках. Новое направление казахстанского туризма автокараванинг в деле. Готовы ли в Айртаусском районе к летнему сезону? Осторожно, Менингит! В Казахстане зарегистрировали 58 случаев заболевания этой инфекцией. Где наблюдается вспышка и стоит ли паниковать? И обо всем по порядку. Почему тепловики начинают делать ремонт там, где только что положили новый асфальт? Глава региона подверг критике работу монополистов по благоустройству участков, где идет замена труб. Итоги отопительного сезона подвели на заседание Кемата. Обсудили на встрече и подготовку к ЕНТ и летнему отдыху. Репортаж Кристины Горбаченко. Последний звонок прозвенел. Сейчас дети сдают экзамены. 7 324 школьника от них освободили. В течение года они учились на отлично. А вот 11-ти классники госэкзамены сдают все. Они завершатся 9 июня. А уже 20-го выпускники будут подтверждать свои знания на ЕНТ. Его решили пройти 72% будущих абитуриентов. На пробных тестах лучшие результаты у учащихся у Олихановского района. Худшие – у выпускников Айртаусского и Макжана Жумабаева. А в областной школе для одаренных в спорте детей половина ребят не набирает даже проходного балла. Те, кто не сдаст ЕНТ в первый раз, смогут воспользоваться еще одним шансом в августе. Перездача обойдется родителям в 2242 тенге. Единое тестирование в Северном Казахстане будет проходить в 8 пунктах. К компетенции местных исполнительных органов относятся обеспечение подвоза, проживания, питания выпускников в дни проведения ЕНТ. Для этого отделами образования заложены средства в объеме 6,7 миллионов тенге, в том числе 4,5 миллиона тенге на питание, 525 тысяч тенге проживания, 1,7 на подвоз. Впервые в этом году ЕНТ можно сдать на английском языке, но в регионе этой возможностью не воспользовался ни один выпускник. Кроме того, теперь за процессом сдачи тестов в режиме онлайн могут наблюдать родители. Для Киевом районов города Петропавловска нужно все вопросы взять под личный контроль, поскольку мы знаем, что это психологически очень ответственный период, как для детей, так и для родителей. Поэтому надо максимально создать очень комфортные условия. Бывает, что там устраивают унизительные процедуры, так этого не должно быть. Кумар Аксакалов акцентирует внимание на профориентационной работе, дает поручение Акимам районов и Управлению образования привлечь выпускников в местный вуз. В этом году возможность учиться бесплатно будет у каждого второго. На будущий учебный год СКГУ получил грантов в пять раз больше – 1500. Мы будем строить очень хороший учебный корпус для нашего университета, новый корпус. Вы знаете, что многие годы у нас материально-техническая база нашего университета не обновлялась, к сожалению. Часть зданий, которые сегодня пришли в негодность, мы будем их переводить уже под другое назначение, под общежитие и так далее. Таким образом, мы увеличим количество детей, которые будут проживать. Кроме того, в Петропавловске откроют IT-лицей и спортивный колледж. Впереди у школьников сезон летнего отдыха. В регионе будет работать 13 лагерей. Открытие летнего сезона 2018 года в оздоровительных лагерях планируется с 8 июня. Заезд детей и размещение в оздоровительных лагерях разрешается при среднесуточной температуре наружного воздуха не менее плюс 16 градусов по Цельсию в течение пяти дней. Согласно метеорологических данных, то планируем, что к пятнице как раз эти данные будут соответствовать нормам. Порядка 300 школьников получат возможность бесплатно отдохнуть в республиканских центрах Балдаурен и Бобек. В целом, всеми видами летнего отдыха в 2018-м охватят 61 тысячу школьников. Кстати, лагеря отдыха теперь можно взять в доверительное управление. Пять учреждений уже передали. С октября 2017 года по май 2018 года по двум лагерям Акаинский район, Окжитпе, Жамбылский район, Лесная поляна. Тендер признан несостоявшимся по причине отсутствия потенциальных поставщиков и участников тендера. И на сегодняшний день они готовят эти лагеря самостоятельно. При этом по инициативе доверительных управляющих были расторгнуты договора к началу сезона по трем лагерям. Это Березка Макжана Жумоваева, Родник и Сильский район и Аютас Шалакына. Проблема в сезонности. Вкладывать частные инвестиции в такое дело нерентабельно. По передаче лагерей в доверительное управление мы будем дальше продолжать эту работу. В любом случае, если они сегодня не привлекательные, но надо, чтобы они были привлекательными, помогите, отремонтируйте, оснастите соответствующим оборудованием. Подвели итоги и энергетики. Начало отопительного сезона они провалили. Не вовремя подали тепло в домопотребителей, не завершили реконструкцию и не благоустроили участки, где проводили ремонтные работы. Потому что вы неправильно организовали всю работу. Все лето ходили, протянули. Даже когда началась эта работа, знаете, каждый раз я ежедневно ездил, сам лично уже. Сидят, вечно какие-то перекуры. Чуть-чуть только дорогу сделают, опять начинаете копать. Бросили, все-таки осталось в грязи. Штрафовать надо по полной программе. Руководитель ТО Петропавловские тепловые сети пообещал, что в ближайшее время сделают подсыпку. А потом, когда выберут подрядчика, заасфальтируют. За сезон на ТЭЦ было 9 технологических аварий. На магистральных сетях 56. Это меньше, чем в прошлом году. Уже сейчас ответственные госорганы занимаются подготовкой к будущей зиме. Потребность топлива для Петропавловской ТЭЦ-2 на отопительный сезон составляет порядка 2 миллионов тонн угля и 3 тысячи тонн мазута. Общая потребность угля для бюджетных учреждений составляет 153 тысячи тонн. Поставка угля будет проводиться с июня по сентябрь месяце. Для населения уголь будет завозиться на железнодорожные тупики с июля месяца и в течение отопительного сезона. А выдавать населению его будут с 1 августа. Почему так поздно, интересуется глава региона. Август – это же практически осень. У нас там в прошлом году какой был ажиотаж, слушайте. Создали искусственно опять. Есть накопление, есть примерно объем, который они продают. И в этом году они продадут этот объем. А чтобы реализаторы угля искусственно не создавали дефицит твердого топлива, нужен контроль. Отвечать за это будут зам Акима области Антон Федяев и руководитель управления энергетики и ЖКХ Андрей Калиничев. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Также на заседании Акимата глава региона представил нового руководителя филиала корпорации и правительства для граждан по СКО. Им стал Еркен Жумабай. Кадровые изменения и в филиале национальной компании «Казахинвест». Ее возглавил Муратбек Жабагин. И мы продолжаем. Есть ли проблемы у хлеборобов и готовы ли базы отдыха к летнему сезону? Аким области побывал с рабочей поездкой в Аиртауском районе. Встретился с аграриями и обсудил возможности в сфере сельского хозяйства. Узнал, какие новые направления туризма осваивают в одном из самых живописных уголков региона. Подробности прямо сейчас. Затяжные дожди и низкая для весны температура мешают посевной кампании. Несмотря на это, аграрии региона засеяли больше половины площадей. Работает техникой на полях Аиртауского района. В товариществе Аиртау Алиби завершили сев на 73%, рассказывает на встрече с Акимом руководитель агроформирования. Затяжные закончили, боболы отсеялись. 1700 гектар пшеницы осталось и 1500 лечени. Сколько это дней? Это порядка, если погода подволит, порядка 5-7 дней. В оптимальной стройке уложили пшеницу. В оптимальной стройке посеяли масличку. А серые хлебанычки мы же знаем, что мы сели и уходили далеко, поэтому нормально. Проблем с удобрениями и топливом нет, говорят аграрии. В районе продолжают диверсификацию, используют новые технологии. В товариществе Аирта Ужер, а это итальянская компания, в этом году около 2000 гектаров отвели под органическое земледелие. Первоклассная пшеница и ячмень. На выходе ждут экологический продукт, который дороже как минимум в три раза. Технологии новые, а вот тракторы и комбайны старые, их уже пора менять. Осенью приобрести технику будет проще и дешевле, отмечает глава региона. Область заключила договор с компанией «Класс». Скоро выпустят первую партию. Стоит комбайн сейчас около 100 миллионов. Он может дойти до 50% от стоимости. И плюс еще вы будете его брать вблизи под 7%. Вот это задача, которую мы сейчас пытаемся решить. Это комбайны, трактора и посевные комплексы. Ждут солнечной погоды и туристы. В прошлом году в зонах отдыха Аиртауского района свои отпуска и выходные провели больше 30 тысяч человек. В этом будет еще больше, говорят представители местной власти. Во-первых, на ремонт дорог выделили почти 4 миллиарда тенге. А еще для гостей подготовили несколько интересных проектов. Например, автокараванинг. Уже готовятся встречать посетителей на базе «Турпан». В комфортабельных домиках могут разместить до полусотни человек. А здесь будут отдыхать те, кто любят палатки и посиделки у костра. На одну палатку должно сколько уходить? Ну, 5 на 5, может быть, 6 на 6. Вот здесь вот люди должны приезжать и ставить свои палаточки. Там организованы должны стоять машины. Все должно быть под охраной. В центре должно быть место для развлечений. Берег должен быть чистый. Капитальных сооружений, значит, это не требует больших затрат. Потому что 80% отдыхающих будут приезжать на выходные дни. На 3-4 дня, возможно. Очень много россиян, которые приезжают. Понимаете, они должны вот в таких условиях. На берегу озера расположился санаторий Шалкарсу. Когда-то путевку сюда было не достать. Отдыхали только полицейские. А сегодня здание в полуразрушенном состоянии. Это спальный корпус на 120 мест. Когда-то был люкс. Когда-то. Для советской власти, наверное, нашли люкс. Обои, витражи. Все, как было в советское время. А состояние тянет на 90-е. Ни отопления, ни света. Стены все уже, наверное, скоро разрушатся. Здесь канализация. Надо полностью заменить, чтобы запустить его в работу. Да, тут, можно сказать, стены есть. И на этом все. Хорошего ничего нет. Деньги не вкладываются. Здесь же работала знаменитая грязелечебница. А вот столовая санатория. Все требует хозяйской руки. Нужно решать, ремонтировать или строить новую базу, говорит Кумар Аксакалов. Но в таких условиях гости жить не должны. Ведь в планах курорты Айртау развить до уровня борового. Александра Салмина, Железбек Ермуканов. Новости МТРК. Уже осенью в Китай экспортируют первые 100 тонн сои из Северного Казахстана. Об этом стороны договорились на деловой встрече в выходные. Также гостей из Поднебесной познакомили с товарами лучших производителей региона. Обсудили с потенциальными партнерами и другие сферы возможного сотрудничества. Мясо, молоко, кефир, колбасы делегацию из Поднебесной знакомят с местной продукцией. Здесь несколько сотен наименований самых свежих и вкусных товаров от лучших производителей области. Затем уже в деловой обстановке обсуждают инвестиционный потенциал региона. Производим 30% зерна Казахстана ежегодно, свыше 30%, а в этом году будет свыше 40% масличных культур всей страны. Производим 10% всего молока страны, свыше 12% всех продуктов птицеводства. Развитая сеть переработки молока, в целом неплохая, скажем так, сеть переработки по мясу. И все это экологически чистые продукты. В этом их особенность и привлекательность отмечает глава региона. Мед, пшеница и овощи. Поставлять мы можем практически все виды сельхозтоваров. Мы производим картофеля в 10 раз больше, чем мы сами потребляем. Капусты в 4 раза, моркови в 3 раза, а свеклы в 7 раз больше внутреннего потребления. Овощи выращивают без использования пестицидов и удобрений. При этом средняя стоимость наших овощей значительно ниже, чем в других странах. К примеру, килограмм картофеля, моркови стоит у нас, если перевести на юаня, 1-2 юаня, а в Китае 3-5 юаня. Большие возможности сотрудничества и в сфере добычи сырья. Это выгодно еще и потому, что именно через нашу область проходит 60% грузов из Китая. Потенциал на самом деле большой, говорят гости из Поднебесной. Удивительно, насколько у вас богатые и плодородные земли. Практически все культуры растут. Но нам бы было интересно, чтобы вы выращивали соевые бобы. Сейчас Китай нуждается в поставке 95 миллионов тонн этой культуры. Соевого масла импортируют в 20 раз больше, чем пшеницы. Обычно мы привозим его из Аргентины и Бразилии. Выгоднее было бы сотрудничать с вами. Продукт дорогостоящий. Выходит около 450 долларов за тонну, не учитывая логистики. Несмотря на отсутствие квоты, предложение заслуживает внимания, отмечает Кумар Аксакалов. В области эту культуру сеют с прошлого года. В этом в планах поставить на пробу в Поднебесную первые 100 тонн. Содействие пообещал президент компании Сиянь Айдзюй Дзяхэй. С остальными продуктами пока решено повременить. В чем нуждаются китайцы, цены на товары, в какую провинцию их будут отправлять. Еще предстоит глубокий анализ рынка. Вполне возможно, вскоре сотрудничество станет более выгодным и эффективным. Александра Салминажил, Дузбек Ермуканов. Новости МТРК. А уже в понедельник делегация из Поднебесной прибыла в регион, чтобы ознакомиться с ассортиментом продукции на экспорт и увидеть, в каких условиях ее производят. Что североказахстанцы готовы поставлять в соседнюю страну, знает Ксения Куценко. Слева казахстанские бизнесмены, справа китайские. За столом переговоров обсуждают ближайшие перспективы, а именно поставку нашей отечественной продукции на прилавке Поднебесной. Делегация из КНР приехала в Североказахстанскую область, чтобы увидеть наш товар, в каких условиях его производят, а также решить организационные вопросы. Мы хотим организовать новый шелковый путь, найти способы сотрудничества, найти партнеров. Решили начать именно со сферы торговли. Рынок сбыта в Китае большой, но нам нужен экологически чистый товар, поэтому мы будем выбирать самые лучшие компании. Также эта встреча – возможность урегулировать вопросы соответствия стандартов и упаковки товаров. Заинтересована в развитии экспорта и наша сторона. Главный козырь – это качество производимых продуктов питания. Предпочтения иностранцев изучали 6 месяцев, и сегодня казахстанцы знают, что можно продать в Восточной Азии. Мы заключили меморандумы, заключили предварительные контракты на поставку продукции, мучных изделий, растительных масел. Ну и в преддверии того, что на сегодняшний день решается вопрос по открытию границы на поставку мясной продукции, Китайская Родная Республика очень сильно в этом заинтересована. Их интересует именно крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот. Это большая проблема, в Китае этого всегда не хватало. Каждая компания презентует свои возможности. ТО «Кокшетрейд» уже 8 лет отправляет за рубеж пшеницу и подсолнечник. Выращивают культуры на площади в 17 тысяч гектаров. В этом году наш элеватор планирует получить разрешение на экспорт. Также помимо пшеницы и подсолнечника, это будет ячмень и кукуруза. Надеемся на следующий год быть в ряду первых, кто получит разрешение на экспорт льна, сафлора. Также я слышу, что возможно будет рапс. Перспективным рынок Китая считают и пчеловоды. ИП «Пилипушка» каждый год реализует в Североказахстанской области больше 12 тонн мёда. Готовы часть урожая полезного продукта поставлять в Поднебесную. Это финансово выгодно. Мы производим около 12 сортов мёда и также все виды апипродуктов. Такие как маточное молочко, гамагинат рутневого расплода, восковый моль, пельца, перга. Ездили на выставку в конце 2016 года. Тогда еще был карантин на мёд, нельзя было возить. В данный момент, получается, почему интересен, потому что, соответственно, там цена намного выше, чем на нашем рынке. Порядка 15 компаний приняли участие в переговорах с китайскими бизнесменами. Если сотрудничество будет налажено, в одном из строящихся торговых домов в провинции Шаньси появится национальный павильон Казахстана, где будет представлена отечественная продукция. Пока заключен договор только на экспорт товаров ТО «Радуга». Ксения Куценко, Рустам Тлиужанов. Новости МТРК. В День государственных символов в Петропавловске чествовали тех, чей самоотверженный труд получил общественное признание. Почетные грамоты Акима области получили лучшие представители разных сфер деятельности. Алина Боржанова с подробностями. В зале преданные своему делу люди, спасатели, ветераны, полицейские и педагоги. Свой патриотизм и любовь к Родине доказывают ежедневным трудом. Все они в торжественной обстановке приветствуют главные символы страны. Государственный флаг, государственный дерб, государственный дим воплощают в собой те ценности, на которых основана политика, проводимая главой государства. Это открытость, миролюбие, свобода, независимость и согласие. Без глубокого чувства любви к своей Родине и подлинного патриотизма нет настоящего гражданина, настоящего человека. А таких у нас в регионе немало. Спасатель, заботливая мама и любящая жена – это Адине Жапаровой. Носить погоны мечтала еще с детства. Затем уже подросткам решила посвятить жизнь службе во благо общества. И уже порядка 18 лет работает в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Сегодня в знак признательности за заслуги Дина получает почетную грамоту Акима области. Было неожиданно, но тем не менее очень приятно, когда оценивают твою работу. Я думаю, что в первую очередь это не только моя заслуга, а заслуга моих коллег. В первую очередь это заслуга моей семьи. Можно работать в такой службе, когда у тебя надежный тыл. А Мария Бражник посвятила жизнь службе в госорганах. Прошла путь от специалиста до Акима сельского округа. В 2012-м ушла на заслуженный отдых, но размеренная жизнь пенсионера показалась женщине скучной. Последние три года она возглавляет совет ветеранов своего сельского округа. Люди настолько стали легкие на подъем, и самое главное, они стали между собой общаться. Они поняли, что, уходя на пенсию, человек не становится просто никому не нужным. Казалось бы, что может сделать один человек? Может, еще как может. Но когда вот это может начинать подпитываться уже людьми, когда они сами начинают что-либо предлагать, ну это же здорово. Всего почетные грамоты и благодарственные письма главы региона в День государственных символов получили 14 североказахстанцев. Поздравили отличившихся и творческие коллективы области. День государственных символов отметили и полицейские Северного Казахстана. Утро понедельника для стражей порядка началось с торжественного построения перед зданием областного ДВД. В рядах больше 200 человек личного состава, ветераны правоохранительных органов. Небольшой экскурс в историю государственной символики напомнили сотрудникам ведомства значение каждого элемента на флаге и гербе. И об обязанности казахстанцев относиться с уважением, главным символом страны. В сопровождении оркестра собравшиеся исполнили гимн Республики Казахстан. Не создавать панику из-за вспышки менингита призывают медики и санитарные врачи. В Казахстане зарегистрировали 58 случаев, 12 закончились летальным исходом. Большинство из них в Алматы и Южно-Казахстанской области. Жители Северного Казахстана с признаками менингита к медикам пока не обращались. Санитарные врачи советуют меньше бывать в местах скопления людей, чаще проветривать помещения, обрабатывать руки антисептиками. А при появлении симптомов простуды, назофарингита, это кашель, чихание и боль в горле, повышение температуры, появление сыпи, немедленно обращаться к врачу. Что касается вакцинации, то прививка от менингококковой инфекции в обязательный перечень не входит. Ее ставят только тем, кто собирается на хадж в Мекку. Инфекция ниоткуда не заводится. Она у нас имеется среди населения, то есть у нас среди пожилого возраста, больных людей, назоварингитом, возможно выявление менингококковой инфекции. Ну вы знаете, это воздушно-капельная инфекция, она передается через воздушно-капельную, но чаще всего контактным путем. У нас мы постоянно, у нас рукопожатие, видим вредные привычки, значит среди молодежи поцелуи и так далее. Выпуск продолжит короткая реклама, не переключайтесь. Таким образом, каждый из нас, независимо от рода своей деятельности, опираясь на базис, веками создаваемый нашими предками, закладывает незыблемый фундамент своего будущего. Закладываю фундамент своего будущего Закладываю фундамент своего будущего Закладываю фундамент на свое будущее Закладываю фундамент своего будущего Закладываю фундамент своего будущего а какова ваша задача моя задача моя задача бросить к вашим ногам первый камень в виде знаний который каждый из вас однажды повернет в своем направлении оставив при этом точкой опоры для фундамента вашего будущего мы заложили фундамент нового современного города чтобы каждый смог построить счастливое будущее Казградстрой построим будущее вместе оформление санитарных книжек при поступлении на работу а также периодические осмотры лекции сан минимум центр семейной медицины панацея телефон 501 505 и к новостям спорта тандем ловкости и силы традиционный турнир по турнир по грекоимской борьбе на призы почетного деятеля спорта республики жамбыла то съеменного собрал полуанов из казахстана и россии за противостоянием на татами наблюдал мой коллега илья кудряков республиканский турнир по греко-римской борьбе в честь почетного деятеля спорта Казахстана Жамбылата Семенова собрал лучших полуанов со всей страны. Не только наши борцы приехали сразиться за главный приз, но и гости из Российской Федерации. Уже 13-й год подряд проводится этот турнир. В этом году к нам приехали из 10 городов Челябинска, Алматы, Павлодар, Ахтау, Тарас. 100 с лишним человек. Ивану Фетченко, 18 лет. Он из Челябинска. Половину своей жизни занимается греко-римской борьбой. Добился хороших результатов. Выполнил норматив мастера спорта. В Петропавловске боролся с воспитанником спортивной школы-интерната Андреем Хапко. К сожалению, наш Палуан проиграл. Впервые встретился с соперником. Уже до этого слышал его. Знаю то, что с этого интерната, что здесь тренируется. Тяжелая схватка выдалась. Изначально тактика была довести до партера. То есть быть активным и уже в партере закончить чисто технически. И победить схватку. Костанаец Иван Русин. Тоже опытный спортсмен. Борьбой занимается 11 лет. Участвовал в международных соревнованиях. Имеет звание кандидата в мастера спорта. Палуан боролся с нашим Исмаилом Исмаиловым. Он на ковре всего 5 лет. Иван показал, что опыт сильнее молодости. В этом противостоянии он стал лучшим. Синему борцу сделал замечание за пассив. Его поставили в партер. И я провел технические действия. И выиграл с явным счетом. Победители соревнований получили медали и ценные призы. А лучшие казахстанские палуаны представят республику на международных соревнованиях. Илья Кудряков, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК. На этом у меня все. Всего доброго. И до скорой встречи в эфире. Прогноз погоды на вторник, 5 июня. Ясно ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 23, плюс 25. Субтитры подогнал «Симон»